Ровно в 8 утра открылись сегодня избирательные участки областной столицы. 126 открытых и 14 закрытых в больницах и роддомах. Процедура на всех одинаковая. Сначала председатель участковой комиссии открывает режим голосования. На участках, где в ходу бумажные бюллетени, осматривают урну, демонстрируя наблюдателям, что она пуста. А вот на 15 участках с электронным голосованием, в Вологде оно применяется впервые, действуют несколько иначе. У меня есть ключевая карта, в которой я могу открыть режим голосования на избирательном участке. Поэтому, значит, я объявляю о начале голосования. Ключевой картой активируется считывающее устройство, которое находится у каждого из 12 членов избирательной комиссии. Человек, пришедший на участок, предъявляет паспорт, далее его находят в списке избирателей и выдают ему специальную карту для голосования. На этом участке весь процесс автоматизирован, установлено 8 кегов. Комплексов электронного голосования, которые прошли предварительное тестирование. Как с ними обращаться, прямо на входе обучают волонтеры. Видите, что на входе здесь, и подносите к устройству для считывания. Проводите по штрих-коду, смотрите, вот так. Сначала выбор языка, далее появляются электронные бюллетени. Из списка выбираем, за кого хотим проголосовать. Нажимаем кнопку «Завершить заполнение бюллетеня» и подтверждаем окончание голосования. Все предельно просто, и первые избиратели это подтверждают. Все очень интересно, конечно, не как обычно. Приходишь, пока ничего не знаешь, объясняют, скажут. Так, голосовать очень интересно теперь. Замечательно продумано. Электроника хорошо работает. С применением этой электроники, я думаю, сейчас 100% никаких нарушений не будет. Затем, чтобы не было никаких нарушений, внимательно следят и наблюдатели от разных кандидатов и политических партий. Всего их в Вологде около 500. Также дополнительные гарантии прозрачности процедуры обеспечивают веб-камеры. Ими оборудованы 90 городских участков. Такой серьезный подход понятен. 18 сентября в Вологжане выбирают новых депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания области. Именно от этого выбора будет зависеть будущее города, страны и региона. Я хожу на выборы всегда. Учитывая, что я зарегистрирована по этому адресу, проживая по-другому, я сегодня утром встала и с другого конца города специально приехала. Считаю, что если нам дано право выбирать, то мы этим правом должны воспользоваться. Надежда на то, что эти выборы, наш выбор, мой, например, поможет России, поможет нам всем. Все избирательные участки работают до 8 часов вечера. Затем комплексы электронного голосования считают всю собранную за день информацию. Сколько человек проголосовало, за какую партию и конкретного кандидата. Данные выводятся на главный монитор и заносятся в протокол. Когда уже будет подготовлен протокол, завершено будет полностью подсчет всех голосов. После этого мы едем с флешкой в территориальную избирательную комиссию, чтобы отчитаться о том, как прошло голосование. В день выборов в Волокжане могут проголосовать не только по месту регистрации. Для этого можно воспользоваться открепительным удостоверением, которое выдавали заранее. Также люди с ограниченными возможностями здоровья, тяжело больные, престарелые люди могут пригласить представителей избирательной комиссии по телефону к себе домой. Подать заявку можно на своем участке до 14.00. Добавим, на каждом участке сегодня развернулась торговля. Можно приобрести вкусную выпечку, мед или другие изделия. Также в некоторых точках для Волокжан подготовлена концертная программа.